Здравствуйте, я Бобинов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий и представитель фонда рабочей академии. Первичная профсоюзная организация межрегионального профсоюза действий в Селужской клинической межрайонной больнице обращается к губернатору Ленинградской области по факту увольнения активиста профсоюза Корчага Марины Юрьевны из красной зоны Морозовской городской больницы и по факту повсеместной травли медицинских работников по профсоюзному признаку на всей территории Ленинградской области. Уволен активист профсоюза действия Корчага Марина Юрьевна, которая обратилась к президенту с просьбой обеспечить коллектив красной зоны средствами индивидуальной защиты, а также оградить от непомерных нагрузок. Все предыдущие обращения к главному врачу, в комитет здравоохранения, в другие надзорные органы оставались без внимания и вот это обращение было просто от безвыходности. И вот она уволена. И я напоминаю, что подобная ситуация творится по всей Ленинградской области, то есть преследование профсоюзников, именно медицинских работников по профсоюзному признаку идет везде. Напоминаю, что всего лишь полгода назад мы восстановили активиста нашего профсоюза в ладейном поле водителя Воронова Леонида Полуэктовича. Водитель просто отказался ехать на неисправном автомобиле 250 километров до Санкт-Петербурга и возвращаться обратно столько же. Вот акт на этот автомобиль, который грамотно составили профсоюзники нашего межрегионального профсоюза действия. Посмотрите, что там написано. В частности, на данном автомобиле уже длительное время фиксируются поломки в тормозной системе. Тормоза срабатывают не сразу с цеплением. В выхлопной системе выхлопные газы попадают в салон автомобиля. О работе коробки передач. Рычаг системы передач двигается туго. Со скрежетом передача скорости переключается не с первого раза. На приборной доске постоянно горит сигнал АБС. Вот такой вот акт. И второй акт этому водителю составили на том основании, что главный врач просто снял скорую помощь с линии. Снял просто с линии и стал использовать как такси по перевозке пожилых людей из злодейного поля в какую-то там деревню. И водитель объяснял, что скорая предназначена не для этого, что нельзя снимать с линии, что нельзя туда сажать столько пожилых людей, потому что не обеспечивается правило дорожного движения. Но ему все равно объявили еще один выговор. Вот это было основанием для того, чтобы уволить нашего активиста. То есть главный врач лодейного поля нарушал беспрерывно вообще все, что можно, но уволил нашего активиста. Конкретно по Корчаге Марины Юрьевны Красной Зоны. И так она попросила банально обеспечить средства не на индивидуальной защиты. Ей от 17 числа объявляют выговор, что она находится без перчаток. При этом наш СС обнаруживает 17 числа, что перчаток в отделении нет. И вызывает непосредственно старшую медицинскую сестру Красной Зоны объяснить, почему же 17 числа не было перчаток. Она приезжает оттуда в разносном расположении духа, видимо все нормально она там объяснила. Но при этом 17 нет перчаток и 17 Марине Юрьевне Корчаге объявляют выговор. Непонятно. Второй выговор объявлен за то, что она неправильно выносила именно отходы класса В. При этом Марина Юрьевна спрашивает, дайте пожалуйста мне мои обязанности и где вот этот инструктаж, как я должна действовать в той или иной ситуации в Красной Зоне. При этом обязанности ей не предоставили, инструктажа никогда не было. Но выговор объявлен. И вот на фоне этих мифических выговоров Марина Юрьевна Корчага уволена на данный момент. У нас еще есть примеры преследования медиков по профсоюзному признаку в Ленинградской области. Особая ситуация складывается во Всеволожской клинической межрайонной больнице под управлением главного врача Шипачева. У нас есть заключение прокуратуры Ленинградской области о массовых нарушениях в этой больнице. У нас есть заключение ГИД. Еще один немаловажный факт, говорящий о том, что чиновников от медицины ничего не останавливает, это то, что активист профсоюза Воронов Леонид Полуэктович является отцом шестерых детей, а Корчага Марина Юрьевна является мать-одиночка с тремя детьми. Поэтому мы требуем у губернатора Ленинградской области первое прекратить преследование по профсоюзному признаку на территории Ленинградской области и второе восстановить на работе в красной зоне Корчага Марина Юрьевна в досудебном порядке. Ну и будьте здоровы, а пока-пока. Продолжение следует...